Муж находится на территории Молдавии уже практически два года, содержится государственный счет, на него тратятся государственные деньги. Его не... и по закону о режиме иностранства в республике Молдова, если человека не депортировали в течение полгода, ему, согласно этого закона, статья о толерантности, должны дать вид на жительство. Он отсидел полгода в тюрьме за попытку перехода границы, и ему по выходу, по освобождению должны передать паспорт. А почему вы сейчас именно у российского посольства? Нам давали разрешение на проживание в лагере беженцев до решения вопроса о документировании мужа и детей. Но меня с детьми незаконно выкинули без документов на Украину, мужа оставили проживать в лагере беженцев. 15 ноября прошлого года у него брали за Веленина Апатрида, затем его возили в суд сектора Рыжкань и хотели отправить в тюрьму для иностранцев, но первая судья отказалась, сказала, что нет причин для того, чтобы его туда отправлять. 29 декабря прошлого года вторая судья отправила мужа на три месяца, на Петрикана 88, на основании того, что он якобы является гражданином Казахстана. Когда Казахстан отказался от него, его пытались убить, применив лекарство, которое ему противопоказано, и вызвало сильное внутреннее кровотечение. В этой тюрьме на Петрикана? Да, и он чудом выжил, и после этого суд еще продлил на месяц на основании того, что ему негде жить в Молдавии. И семья Братюк предоставила натурально доверенный документ о том, что они предоставляют жилье и прописку на год в городе Бельце. Но суд игнорировал этот документ и продлил срок пребывания еще на месяц на основании того, что он является гражданином России. Но мой муж к России никакого отношения не имеет, никогда там не был, не документировался. И вам пришел официальный ответ от российского посольства? Официальный ответ без печати, не на главе посольства о том, что такой-то гражданин. Не указано, как установлена его личность, без даты рождения, без семейного положения. Написано, что он прописан с 1982 года по сегодняшнее время в общежитии, которого не существует, потому что мы звонили туда. А он не имеет никакого отношения к России, да? Он родился в Казахстане, мать украинка, отец немец. Последний паспорт Советского Союза он получил на Украине, и Украина признала его апатритом, выдав вот такой документ о том, что его личность установлена, но он не является нищим гражданином. Паспорта Украина, Россия и Беларусь не дают. И дают такие справки. И посольство Российской Федерации находится в преступном договоре с бюро миграции, хотят насильно посадить моего мужа. Самолет выдал белый билет в один конец, проездной билет в один конец, и там, так как он инвалид, он плохо разговаривает, без документов, без денег с ним может произвести все, что угодно. И у вас есть, вам говорили, что 30 мая у него купили билет? Говорили, 30 мая купили билет, сейчас говорят 28 мая его уже отставляют. А кто говорит, бюро миграции? Бюро миграции, да. Это какой-то именно конкретный человек? Начальник вот этого тюрьмы для иностранцев, Петрика, не доказано документами. Но посольство Российской Федерации, ссылаясь на прописку, утверждает, что он является гражданином России, но тут же пишет, что он ни разу не документирован паспортом Российской Федерации. То есть он не может являться гражданином, потому что он никогда не принимал гражданство, не получал паспорт. Паспорт является подтверждением гражданства. А суд у него закончился или еще есть? Его могут еще держать в этом лагере полмесяца, всего полгода. Сказание отсидев полгода в тюрьме. И теперь как бы второй раз получается. Да, второй раз, непонятно за что. Только чтобы не давать паспорт Апатрида. И этот закон об Апатридах вышел в феврале этого года. Но ему не хотят давать. Давайте делаем. Попробуйте запретить. Попробуйте запретить. А потом позовите кого-то из посудов. Давай, не спасите. А потом... Сейчас еще будет. Что же творится, это корбина педагога. Это дебата над людьми. А просто подойти и сказать... Извините, мы будем исправить халат. Конечно, будем. Но я вот тут поставил халат. Когда он нет, мы пришли поддержать семью Галеткиных. Так как посольство России дало ответ, нехорестный ответ. Ответ, скорее всего, коррумпированный. Человек ни разу не в России. По ответу посольство России имеет гражданство России, имеет жилье России. Это все готово для того, чтобы его незаконно депортировать. Что этого человека просто не крестит на голову, чтобы он не убеден. Вы пришли протестовать по адресологу. Как же тут поддержать? Другой. 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 А здесь свое умение заболеваемое рако. Мы возмущены, что так посыпают в Москве Молдове. В Москве Молдове. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok